Доброе утро всем! Мы продолжаем наш семинар. У нас небольшое обновление личного состава, который сейчас представится, скажет несколько слов себе. Кто хочет начать, Я присылаюсь. Я... Так, зовут меня Владимир. На халатуре не первый раз. Надеюсь, не последний. Прошу подышать. Спасибо. Меня зовут Зубния. Я первый раз долго сопротивлялась. Мне это неосознанно сопротивлялась. По-моему, ты жизнь твою спасала, да? Да, я спасала свою жизнь. Сопротивление с этим было связано. Потому что есть страшная угроза какая-то от голотропного дыхания, да? Что ж, меня еще больше сподвигло на то, что мне надо это делать. Делать и продолжать делать. В общем, идти по этому пути. Я сейчас очень рада, что я здесь. Даже по атмосфере чувствую, что я на своем месте здесь и сейчас. Жду, скорее, жду, наблюдаю. Готовы наблюдать за тем, что будет происходить. То есть ожидание я вас. Спасибо, Софья. Софья, кандидат наук, студентка Московского института психоанализов программы годичной по трансперсональной психологии и психотерапии. Софья, скажи, пожалуйста, может быть, там что-то, что я не знаю из страшных угроз? Ну, вот несколько расскажи. Несмотря на то, что я давно знакома с холотропным дыханием не на практике, а в теории, да, и с персональным подходом знакома, есть очень много, скажем так, и литературы, и доброжелателей среди психологов и психотерапевтов. Самое главное мое было опасение изучения вопроса, как же все-таки там вымывается углекислота из головного мозга, и что это может вызывать гипоксию. Ну, я решила изучить этот вопрос, почитать о том, что, почему это так. Ну, вот, собственно, это был для меня главный, не очень позитивный аргумент, чтобы, скажем так, внутренне посопротивляться в какое-то время. То есть вот это есть такой момент. Вызывается гипоксия, да, то есть... Да, якобы это вызывает гипоксию, кислородное голодание, и, да, вызывает кратковременные... То есть интенсивное дыхание вызывает кислородное голодание. Да, на какой-то период. То есть в долгосрочной перспективе занятие кислородным дыханием якобы нехорошо, то есть для головного мозга, в долгосрочной перспективе. Краткосрочной это не так хорошо. То есть 24 часа дышать по голотропному вредно, а по часику ничего. Да, это тем более странно слышать от ученых, людей, называющих себя учеными, имеющих нередко степени кандидатов в науку, и даже иногда и выше, которые вот так берут какие-то вещи и просто их не анализируют, не исследуют, не изучают работу дыхательной системы, дыхательного гомеостаза, как он регулируется, как он устроен. Хотя и на русском языке все эти вещи опубликованы в самых серьезных исследованиях. У меня иммунитет против подобного рода вещей, потому что мне страшно повезло. Я заканчивал кафедру биофизики Московского физико-технического института, и мы изучали, как биофизики, много медицинских дисциплин, в том числе, конечно, анатомию, физиологию, биохимию. И физиологию дыхания мы учились по такому стандартному учебнику физиологии для медицинских институтов под редакцией профессора Бабского. И вот физиологию дыхания нам читал автор раздела в этом учебнике по дыханию Лев Лазаревич Шик. В то время это 70-е годы, середина 70-х годов, крупнейший в Советском Союзе специалист по психофизиологии дыхания. Вот мне повезло, потому что я из первых рук узнал, как все это работает, как устроено, все нюансы и так далее. Как будто бы судьба заранее меня готовила к эксперту по дыханию. И впоследствии я познакомился с работами Ильи Славановича Бреслава, это последователь ученика Шика, ныне живущего крупнейшего специалиста по психофизиологии дыхания. А среди моих коллег и друзей такие люди, как профессор Юрий Аркадьевич Бубиев, крупнейший россиян, специалист по психофизиологии измененных состояний сознания. Это профессор, доктор медицинских наук, военный врач, руководитель психологической службы российско-американской программы Марс-500, изучение полета. То есть человек, который 20 лет работает в военной и космической медицине, только недавно он ушел в запас. Поэтому все его работы, связанные в том числе с изучением дыхательных практик, они отвечают стандартам военной медицины. То есть есть, вообще говоря, несколько стандартов. Есть обычные медицинские стандарты, есть стандарты лекарственной медицины, когда проверят лекарства, есть стандарты доказательной медицины, это еще более высокие критерии. И военная медицина – это самые высокие критерии. Потому что космос и война туфты не терпят. Это предельно. Поэтому его исследования соответствуют этим стандартам. И Юрий Качбуфеев вместе с академиком Ушаковым исследовал различные виды интенсивного дыхания и подробнейшим образом описал их психофизиологию. Как, что и где регулируется. И просто не знать эти работы критикам – это неграмотные вещи. Много лет назад существовало поверье, что интенсивное дыхание с коротким выдохом, то есть когда я вдыхаю глубоко, делаю короткий выдох, вдыхаю глубоко, делаю короткий выдох, создает переизбыток кислорода в организме. Но если содержание кислорода в организме превышает некоторое количество, то тогда в силу устройства биохимии человека этот кислород не может быть отдан в кровь. Гемоглобин в кровь не может использоваться для перезарядки митохондрий. То есть парадоксальная ситуация. Кислорода много, но он не используется. И вот этот феномен связывали с так называемой нейрогенной гипервентиляцией, когда люди начинают спонтанно дышать, короткий выдох, спонтанно дышать, короткий выдох, и начинается целый спектр психофизиологических симптомов. Была очень известная книжка в начале 80-х годов, основанная на тогдашних западных исследованиях. Написал ее профессор Вейн, очень известный тогда специалист по исследованию сна, она непокойная, и его ученик, тогда еще молодой кандидат наук, Молдавяну. У меня эта книжка есть, и в бумажном, и в электронном виде. Там подробно описано, что происходит с людьми, которые начинают дышать интенсивно. Ну просто вот сесть с галатрубного дыхания, все может произойти, и тогда это ученых ошарашило, врачей, что... И вот тогда как раз и родилось такое поверье, что дышать интенсивно опасно. Опасно. Потому что вот при интенсивном дыхании возникает, вот и руки скрючивают, там и здесь болит, и здесь, и непонятно почему. Все тело болит, и все возможные симптомы проявляются. Но никто из тех врачей не пытался выйти за пределы. То есть подышать не 2-3 минуты, когда начинается первая симптома, это старались прекращать. Потому что пугали симптомов. А подышать, например, 10 минут или 20 минут. И посмотреть, что происходит тогда. И поэтому смысл симптомов был интерпретирован неправильно. То есть Гроф, который исследовал традиционные дыхательные практики, которые использовались человечеством на протяжении тысячелетий. Ведь люди дышали интенсивно во всех йогических традициях. И использовали эти практики для оздоровления. И сикхи, которые использовали дыхание огня в кундалини-йоге, это самые сильные, самые продуктивные, самые преуспевающие люди в Индии. То есть вот за 500 лет там просто действительно этнос новый вырос, был выращен при внимательном подходе, при использовании особой йоги, основой которой является дыхание. И мы все дышим интенсивно, занимаясь физической работой, занимаясь спортом. Это происходит всегда. Часами. Марафонец дышит интенсивно часами. Он бежит 20 часов, например, и 20 часов он дышит. Непрерывно, интенсивно. Правильно? И никто не говорит, что при интенсивном занятии спортом не нужно дышать интенсивно. Это абсурд. Или что это приносит вред. Это абсолютный абсурд. Хотя дыхательные процессы те же самые. Только энергия тратится на движение. А при голотропном дыхании большая часть энергии тратится на внутренние переживания. И знакомство с дыхательным гомеостазом, то есть с тем, как регулируется дыхание человека, показывает нам, что в организме существует защита от дурака. Причем есть два типа таких защит. То есть оказывается невозможно причинить себе радикальный вред сознательным вмешательством в дыхательные процессы. Потому что дыхательный гомеостаз настолько тонкая штука, отрегулируемая сотнями миллионов лет, эволюции у животных, а мы в значительной степени все это унаследовали, что те, у кого здесь были сбои, те особи, они давно умерли. Их давно были сброшены с эволюционной лестницы естественным отбором. И поэтому никто из нас не может умереть, решив прекратить остановить дыхание. Никто. Вот мы приняли решение не дышать. Сделали последний вдох, выдохнули и ждем, когда наступит смерть. Ждем, ждем. Нам хочется вдохнуть, мы из последней силы сдерживаемся. Что дальше произойдет? Дальше либо мы вдохнем, либо мы потеряем сознание, и тогда вдохнем. Поэтому, сейчас, секундочку, я по ходу дела эту мысль доскажу. Поэтому здесь работает дыхательный центр, который автоматически вызывает вдох. И он настроен по рецепторам, которые находятся везде в жизненно важных органах тела. В аорте, в легких, в малом, большом круге, в печени, в селезенке. И снимает информацию о давлении, растворенного в жидкостях и крови, кислорода и углекислого газа. Причем рецепторы, чувствительные к углекислому газу, более чувствительные, рецепторы настроены на углекислый газ, чем рецепторы настроены на кислород. То есть, вот таким образом настроена эта система. И если мы захотим, например, надышаться и дышать, 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 до какого-то времени у нас будет меняться содержание парциальное углекислого газа и кислорода, но потом произойдет размыкание, есть шум между большим и малым кругом кровообращения. И после этого, сколько бы мы ни дышали, ничего не изменится. Ничего в биохимии организма. Поэтому здесь вот радикально что-то себе... И поэтому вот те эффекты, которые ошибочно считают реакциями вредными, связанными с изменением гомеостаза, психофизиологии, на самом деле, как показало глубинное исследование практик дыхания, являются психологическими или психосоматическими по своему существу. То есть энергия, которая возникает при интенсивном дыхании, проявляет глубинные напряжения, глубинные травмирующие ситуации. И поэтому этот процесс не патологический, а процесс исцеления. Процесс работы с минами замедленного действия психологическими, которые у каждой из нас нахватал, получил за время своей жизни. То есть противоположная точка зрения – это процесс исцеления, а не процесс заболевания или процесс, ведущий к патологии. Но, конечно же, использовать силу дыхания нужно грамотно. Потому что если мы, пробудив какой-то симптом, испугаемся, начнем его замораживать и заморозим, до этого симптом был в глубине. И, что называется, вот в этом схроне хранился, забронированный, защищенный, не вылезал на поверхность и нас особо не тревожил. Ну, просто как-то он нас ограничивал, там, нашу свободу, но не причинял большого беспокойства. А тут он бах! Подвинулся, стал выше, ближе. Существует связь с нашим обычной жизнью, он нас беспокоит. И мы его заморозили и живем в большем дискомфорте. Поэтому незавершенная работа, она может как раз вызывать дискомфорт, вызывать проявление новой психосоматики, психологических проблем. Поэтому работать нужно не с симптомами, а с причинами симптомов. Симптомы – это всего лишь проявление глубинного процесса. И количество этих проявлений потенциально бесконечно. Потому что нет никаких ограничений в отношении тех проблем и переживаний, которые мы прошли. Тем более, что многие переживания, которые происходят у нас при интенсивной глубинной работе, в качестве своих причин имеют не лично нас, не нашу историю, а уже нашу семью, нашу группу, которой мы принадлежим, или даже имеют общечеловеческие проблемы. То есть мы в себе проживаем мистерию Христа, например. Это тоже типичный случай из глубинной психологии, которую Юнг в своей первой книге еще подробно описал. «Либидо и его метаморфоза». Одна из его пациенток, страдавшая сильнейшим неврозом, при анализе оказалась в сновидениях, переживала мистерию Христа. И когда она это осознала, когда она это приняла, что она в каком-то смысле и Христос, патологические проблемы ушли. То есть вся патология и страдания были связаны с тем, что не было связи. Она не могла допустить, что где-то она в каком-то смысле Христос. Поэтому работа по прояснению, по выводу из глубины, она является чрезвычайно важной. Она напоминает психопатологию. Но в психологическом мире невозможно избавление от напряжений и проблем без повторного проявления этих ситуаций. Абсолютно невозможно, потому что это единственный путь освобождения через осознавание. Это предъявление миру, что мы достаточно сильны уже для того, чтобы иметь дело с этими энергиями, с этими проблемами. Нам нет необходимости от них защищаться, мы можем смотреть им в глаза. Это означает свобода. Правильно? Это означает контроль над энергиями. Если мы не можем контролировать энергии страха, энергии гнева, мы защищаемся, мы отрезаем их. Если мы можем их контролировать, мы открыты к ним. И тогда это просто энергия. Это прямой контакт с ситуацией. Это прямое знание о ситуации. Вы хотели спросить? Я хотела спросить про дыхание. Вы стали говорить, что человек, если не дышит, не дышит, не дышит, потом включается процесс дыхания. У меня один раз совершенно случайно получилось, потом осознанно намеренно от своего эго, я пыталась миллион раз это сделать разными практиками, меня не получало. Оно у меня вышло случайно. Мы на горных лыжах 4 часа покатались, потом в бане снег, в бане снег, место заповедник, гора. И потом в деревянном домике легли к огню. Вот такая, давай помедитируем, подышим. Вот как будто вдох каждой клеткой, выдох каждой клеткой. Чуть-чуть. Мне через 5 минут надоело. Я по чакрам красная, подышала оранжевую, потом надоело. Потом я лежу, и по позвоночку вверх вдох, и отлини вот три раза в первую чакру выдохнуло. Она у меня завибрировала. Потом во вторую она у меня завибрировала. Так, систему чакры я включила, но у меня впервые вибрации не в одном частоте, а в 7 частот. И лежать и наблюдать в 7 частот было сложно. И я замерла. И я минут 5-10 наблюдала вот эти вибрации. И вдруг до моего сознания доходит, что я не дышу вообще. Я еще 5 минут полежала. Я уже плевать на эти вибрации. Я стала наблюдать, что я не дышу. Потом вспомнила, что где-то там года 3 назад у эмраммана, крио-йоги. Он говорит, что во время практики бывает такое, что вы не есть физическое тело, вы можете не дышать. Я еще полежала минут 20. Потом думаю, наверное, пол первой ночи еще до города, с гордонного курорта. В 6 утра на работу спать. Думаю, пора мне, наверное. И в этот момент я испугалась. Только в этот, потому что я думала, а вдруг я не смогу больше никогда задышать. Вот этот момент у меня такой страх был. Я думаю, а я остановлюсь на выдохе, на вдохе. Мне что надо делать? И я не поняла, что делать. Думаю, наверное, надо что-то отпустить. Я что-то внутри себя отпустила. И мне очень странно. У меня такой маленький вдох, маленький вдох, маленький, маленький, маленький. Вот такой. И раскачалась до нормального дыхания. Но потом осознанно, сколько бы я не пыталась эти практики. Может быть, спонтанно включился механизм эндогенного дыхания. У нас есть в генах цепочка, которую мы унаследовали от древнейших этапов эволюции. Ее можно включать через практики, связанные с замедлениями дыхания. Эндогенное дыхание, оно в 10 раз менее эффективно по энергоресурсности, вернее, по энергетичности, чем дыхание через внешний кислород. Но оно достаточно для того, чтобы неподвижно поддерживать все жизнедельность организма. Пайлот Баба, например, многократно его под водой закапывали в землю. Он в понеделье проводил по 10 дней его ученики. Так что зафиксированы ученые, этим занимались. Фролов такой известный, тренажер Фролова, знаете, наверное, да? Он как раз, собственно говоря, тренажер, который утвержден Минздравом, можно в любой аптеке купить. Это связано с методом Бутейко, он был его последователем. Но он считает, что с помощью тренажера как раз в силу сопротивления, замедления дыхания, включается эндогенное дыхание. Я не гружу вас этими гипотезами, но есть достаточно количество на эту тему исследователей. И в книжке Фролова, на эту тему много довольно-таки вещей. Ну, такие факты, например, известны, как сельдевая акула. Есть такая акула, да? Которая может передвигаться со скоростью 90 км в час в воде. Нетрудно посчитать, это было посчитано. Количество энергии, которое она может получить, количество кислорода, которое она получает через жабры, кислорода, растворенного в воде. И посмотреть, вот достаточно это будет для такого движения на протяжении длительного времени. Это в десятки раз требуется больше энергии. Откуда на эту энергию берет? Откуда сельдевая акула? Ну, вот поэтому предположения такие о том, что существует другая энергетика, какой-то биологический такой вот ядерный механизм. Но конкретно это не исследовано. Хотя насчет акул, там вы знаете всю эту мифологию, потому что акула является одним из немногих существ, которые никогда ничем не болеют. Никаких инфекций, никакого рака, ничего. Поэтому их так нещадно препарируют, извлекают из них всякие ингредиенты. Акули, хрящ там или что-то еще. Надеюсь, что это вот и есть та самая квинтэссенция акулы, которая все лечит. Хотя Фролов говорит, что, скорее всего, это просто энергетика другая. Другой уровень энергетики, поэтому все отваливается. Все исцеляется. На лету, что это называется. Поэтому и здесь, если достоверен хронометраж, то есть если ты вот смотрел на часы, конкретно 5 минут, 10, 20 минут, или это внутреннее время было? Внутреннее, потому что улица встала, ушла в баню, вышла, зовет меня, я открыла глаза и показала только, что закрыла глаза опять в этих ощущениях. Но я толку, потому что у меня 2 часа до города. Может быть, Игорь Исаев сообщает о подобных вещах, тоже такой известный человек из транспорциональных кругов российских, что он там полчаса вообще хоть в любое время, а если потренируется, то и 2 часа может задержку сделать. Ну, это вещи исключительно, они связаны, по-видимому, с эндогенным дыханием, а нормальный человек его так заставляет дыхательный центр дышать уже через 2-3 минуты, как правило. Так что здесь очень много предрассудок. Какие еще предрассудки связаны? Нервные клетки не восстанавливаются. Восстанавливается, и дыхание как раз этому способствует. Посмотрите, вот последнюю беседу Якова Маршакана, в Ютьюбе сейчас есть о дыхании, где он подводит итог последним пятилетию исследований по неврологии, по нейрохимии, нейробиологии, то есть все работы, есть великолепные обзоры этих работ на русском языке, выполненных серьезными российскими учеными, то есть тоже туфта. Просто печально то, что я услышала, уже обучаясь здесь, на транспарсональной психотерапии и консультировании, услышала такие отзывы от авторитетных лиц психологии, не будут называть имена. И это меня заставило задуматься. Но скорее доверяя своим внутренним ощущениям и своим опытам, я, почитав, ты поняла, что скорее они не имеют информации. У меня тоже появилось просто желание изучить более глубоко, чтобы вот отвечать таким образом, как отвечать, хотя бы знать, ответить для себя на этот вопрос. Софья, знаешь, какие интересные вот перипетии судьбы? Всего лишь около месяца назад была конференция Европейской транспарсональной ассоциации в Кишиневе, Молдове, и там, ну, президент ассоциации, моя ученица Людмила Скорцевского сказала, Володя говорит, ты не мог бы провести сессию галатрубного дыхания в одном очень уважаемом институте, руководитель очень просит. Там я говорю, ну, у меня расписание, да ты пораньше бы мне сказала, там я с удовольствием, ну, хотя бы можешь с этим руководителем встретиться? Я говорю, пожалуйста, как его зовут? Она говорит, его зовут Ион Молдовяно. Я говорю, не тот ли Молдовяно, который 20 лет назад написал книжку «Нерогенная гипервентиляция»? Да, говорит, тот, он сейчас известнейший, там, самый крупный ученый, профессор, и очень интересуется галатрубным дыханием. Я говорю, конечно, давай мы с ним поговорим. Вот мы с ним поужинали, была долгая беседа, он меня очень благодарил, говорит, наконец-то я понял, что такое галатрубное дыхание, как оно действует. Я дал ему кучу литературы в электронном виде, там, в том числе исследований. Он очень был заинтересован, и главный интерес его состоял еще и в том, что он хороший врач, который заботится о пациентах, у него много случаев, в которых никакими медицинскими методами он не способен помочь. И он очень хотел использовать различные дыхательные практики, в том числе галатрубное дыхание, потому что уже изучая литературу, он понял, что здесь что-то есть. И я убежден, что через некоторое количество времени появятся новые работы молдавяну, где будут изложены другие идеи. Потому что, к счастью, развитие научных идей все-таки происходит. К счастью, наука – это не секта. Наука – это все-таки коллективное творчество, установление истины. Это инструмент установления истины. Это не всегда быстрый инструмент. В науке, как и везде, существует инерция. Но, тем не менее, если мы посмотрим, существует очевидный прогресс. Проблема возникает только тогда, когда наука считает, что она есть все, что она устанавливает истину везде. Здесь возникает проблема. Но перестает быть научной, потому что у нее есть своя область, где она способна быть таким инструментом восстановлением консенсу. Но есть много других областей, где царствует искусство или где царствует духовность. И там наука пока бессильна. У нее нет инструментов для этого. И поэтому в настоящее время, к сожалению, нередко бывает так, что наука выполняет роль идеологии, которую в прошлые века играла церковь. Например, вплоть до XIV века все обучение в Европе было основано на Библии. Она считалась основой всего и вся, последней критерии истины. И лишь в XIV веке двое флорентийцев решили изменить систему образования, которая их не устраивала. И они основали новую систему образования на греко-римской цивилизации, которая была забыта на тысячу лет, но пришла через арабов снова в Европу. Труды Аристотеля, Платона, математика, Эвклит и так далее, литература. Почему она была забыта? Потому что Александрийская библиотека, 500 тысяч древних рукописей и другие хранилища древних книг были уничтожены ранними христианами, которые просто следа не оставили от прежней культуры цивилизации. И темные века, средние века – это как раз и есть следствие, когда только Библия считалась верховным критерием всего. Вот они изменили, основали на гуманизме, на науке, на эксперименте и на греко-римской цивилизации, на вот этих книгах. И это стало причиной возрождения, взлета вообще во всей Европе, взлета искусства, наука, привело к просвещению и дальше к дальнейшему прогрессу. И если раньше главным авторитетом была Библия, ну, католичество в Европе в основном, то затем постепенно главным место церкви заняла наука. Наука стала новой церковью. И это тоже стало проблемой в значительной степени, потому что если что-то ненаучно, то оно вроде бы неверно, его не существует. Но кроме науки есть духовность, и кроме науки есть искусство. И это совершенно не сводимые к науке вещи. Хотя, возможно, научный подход и к тому, и к другому, отчасти. Поэтому, когда мы слушаем высказывания ученых, ну, нужно всегда помнить о том, что есть история человечества, да. И если что-то отобрано и повторяется на протяжении тысяч лет, то нужно относиться к этому внимательно, а не сбрасываясь со счетов, там, основываясь на каких-то интерпретациях. Я хотела спросить, так ли я поняла, поскольку мы все работаем, уходим глубоко в бессознательное, мы работаем с коллективным бессознательным всего человечества, и прорабатывая какие-то собственные проблемы, но они так или иначе связаны, мы тем самым излечиваем планету. Ну, прежде всего, себя, насчет планеты там, да, на планету у нас личной силы вряд ли хватит там, да, но если каждый будет заниматься, тогда планета тоже будет исцелена. То есть не нужно преувеличивать здесь, а то это может быть такой подпиткой эго, серьезной. То есть начинать нужно с себя. Если я весь такой невротичный, испуганный и не в контакте с собой буду лечить планету, да, то мои неврозы наверняка усилятся, и я буду жить еще в более нереальном и фантастичном мире. Поэтому нужно стать сперва реальным, начать с себя, и не беспокоиться здесь о лечении планеты, потому что уж она-то исцелится, она излечивается через нас, через исцеление каждого из нас. Поэтому лучше заботиться не о лечении планеты, а о лечении ближних своих. Это более правильный путь и более конкретный, потому что ты здесь непосредственно сталкиваешься с результатом. И лечить других нужно не то, чтобы в стиле «какое вам доброе дело сделать, там, медвежьих услуг», а не причинением добра, да, а поддерживая их внутренний процесс. Потому что каждый исцеляется, потому что в каждом из нас есть вот это эволюционное движение к совершенству, к целостности, к исцелению, и мы можем только сотрудничать с этим. Не нужно претендовать на то, что мы что-то делаем здесь. Даже клетки, которые восстанавливаются, и они не делают, потому что и за ними есть колоссальная история, заставляющая их самовосстанавливаться, самоисцеляться. Это грандиозные силы. Им только нужно не мешать, по крайней мере. А если уж мы будем помогать, тогда все пойдет намного интереснее. Но, с другой стороны, конечно же, существует взаимосвязь каждого из нас, и в картографии игров это прослезывается в его представлениях о системе конденсированного опыта. То есть, работая со своими личными проблемами, мы неизбежно. Неизбежно. Затем вскроем целые пласты аналогичных проблем в нашей жизни, которые будут находиться в резонансе с подобного рода проблемами других людей. И это, в свою очередь, будет образовывать колоссальные, такие вот схожие пласты в перинатальном опыте, общечеловеческом и вообще всех живых существ. И, в свою очередь, будет образовывать колоссальные архетипы коллективного человеческого бессознательного. И нам для того, чтобы стать свободным, нужно будет пройти через все это, осознать, как это работает в нас. Потому что, если мы не владеем этим, то это владеет нами. Реклама, массовая культура будет владеть и заставлять нас думать, поступать так или иначе. И мы будем думать, что мы свободны, хотя на самом деле мы марионетки в руках кукловода. Кто хотел чем-то поделиться, может быть, а? Не все новички сказали о себе. Ожидание, я уже смирилась с тем, что это будет не может. Для меня это скорее как такой энергетический пинок, толчок куда-нибудь, в какую-нибудь сторону, непонятно. Но по правильному пути. Потому что с последнего раза, когда я дышала, я увидел в Непал с Невипассаном, распрощалась, в принципе, с какими-то такими вехами в моей жизни, с работой, с машиной. А новое появляется или менее, или еще не появляется? Сейчас как-то пустой лист, который потихонечку, потихонечку, начинает помнить. Сложно в Непал попасть на Невипассану? Там очень большой центр. Я купила билет, что-то при кем-билетах. То есть прожила не можно, да, даже вот мгновенно собравшись? Каждая первая и четырнадцатая числа на протяжении всего года. Он очень большой, там 150 человек. Ну, говорят, до 300 одновременно должно быть. Поэтому, в принципе, все желающие в страны легко могут приехать. В отличие от российских центров, где там нужно... ...за полгода, она закрывается в течение одного дня. Что значит в течение одного дня? В течение нескольких минут, вообще говоря, там. Да, на Випассану. Там есть, я бы туда поехала, у меня было несколько дней до этого, несколько после, но, во-первых, там есть русские записи, и там, в принципе, русские приветствуют. И у них центр за счет того, что он большой, то есть там пять учителей мужчин, пять учителей женщин, вечером разводили на лекции, там, на всех языках, французский, итальянский, русский, английский, индийский, хинди. То есть там все-все-все, что только можно представить. Ну, условия... В принципе, не заедем едут. Спартанские, да? Да, везде так и нужно. Ну, для меня еда была странной, но люди, знающие и бывающие от Минфая, люди сказали, что вообще это даже очень хорошо, вкусно и нам повезло, как можно в корме хорошо. Мне, как не вегетарианке, было сложно было несколько дней. Ну, в принципе, нельзя это. То есть я могу сказать, что я ни разу в жизни до этого не инвестировала. То есть у меня это... Я не знала, с чем я столкнула. Поэтому первые несколько дней для меня это было очень тяжело, и на четвертый, если бы это было на Непал, я, наверное, ну, вот начала думать о том, что надо сваливать. Но там все-таки лететь так далеко и потом свалить посередине. Но я получила все и даже больше, чем. Потому что у меня не было ожиданий, то есть я вообще не знала, что это такое. И сидеть часть неподвижно, но для меня это было... Тяжело. Да, ладно, это мягко сказано. Потом вот эти и друба, то есть впервые я увидела, как ум начинает играть с тела. Когда ты понимаешь, да, идет этот период мыслей, когда ты понимаешь, что пять минут, ты не можешь себя контролировать, ты уносишься в какие-то мысли, возвращаешься, опять уносишься, и там за час медитации реально ты медитировал, так, пять минут. А потом, когда ты, ну, приспособился, и ты начинаешь бороться со своими мыслами, он начинает придумывать разные штуки. Там, при положении, там, полу лотоса, он начинает сворачивать шею. Никакая как шея и тело. То есть, ну, я понимаю, там поясница болит, коленки. То есть, мозг понимает это. А тут сворачивает шея так, что у меня судороги были, то есть, какие-то мышцы напрягались. Ну, тут пытался как-то слаб лечь, чтобы я не концентрировалась. Но все, о чем там говорили, поток, растворение тела, то есть, понятие не дышать. То есть, когда у меня тело, в принципе, как обалочки не существовало, я все это получила. Причем, неожиданно для меня, когда я приходила к учителю и рассказывала, что у меня сегодня было такое странное ощущение, объясните, что это такое. Но у меня учителя, учителя говорила, смотрели, говорили, сколько лет вы медитируете, и вы как бы подождите, ничего не делайте с тем, что происходит, послушайте лекцию послезавтра, вам там расскажут, что с вами сейчас было. Я как бы... Но в жизни, я могу сказать, что я не медитирую, как я не рекомендую 2 часа в день, а скорее, это была такая глобальная перезагрузка. Потому что, при вернувшись в Россию, я поняла, что какие-то вещи я смогла отпустить на собственном опыте. мне вот эта фраза «Тебя обидели, ты прости». Это легко сказать. А там ты начинаешь переживать и понимаешь, что ты несешь с собой вот эту обиду. Ты можешь делать там все, что угодно, но вот она с тобой здесь. И там какие-то вещи я смогла отпустить. хотя сейчас люди, некоторые говорят, что лучше ехать в Непалу, ну, в принципе, не опасно, когда ты какие-то катарсические, там, практики по освобождению, ну, как-то, тоже колотропное дыхание, там, эмоциональное освобождение, вот уже что-то из себя выплеснул, прежде чем ты едешь за собой наблюдать, в более очищенном поехали. Но у меня сложилось, у меня дорожка прям вывела, что я должна не позволить. Это было очень быстро, за один день. Я ехала в сезон дождей, то есть мне все сказали, что не полететь в это время нельзя, там нет туристов, там все плохо. Я туда приехала, все было хорошо. И солнышко, и дождик, все было как вот прям положено. Спасибо. И у нас еще один новый участник. Несколько слов скажи себе. Здравствуйте. Меня зовут Устал. Ну, новый участник. Ты у нас был. Нет, я думал еще раз. Нет, нет, новых участников только. Я думал, что я пришел в бурт. Нет, нет, нет. Спасибо, мы тебя помним. Любим. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Я из Брянска. Проездом. Да. Случайно оказался. Спасибо, Тимур. Ну, вроде бы все в сборе, да? Все. Ну, двое человек, которые были вчера, они сегодня придут еще. Пора. А Слава придет? Нет, не придут, я сказал. Кто хотел бы чем-то еще поделиться, или какие-то вопросы у кого есть, с утра мы обычно уделяем как-то время этому. Может быть, вас всю ночь ломало после сесть в теклоатрубном дыхании, или ночью вдруг вы открыли холодильник, и там все съели, или были какие-то божественные переживания, или было путешествие в ад и обратно, или что-то еще подобное. Пожалуйста, за войнами. Антон, я почти ночью не спал. Ну, где-то заснул где-то где-то к четырем часам. Трассно. Я не мог, и то я только в валерьянке, только на карпула, там слоновую дозу. Сколько капель слоновая? Два пус... Тридцать капель. Я считаю, нормально. Да. Вот, и только тогда я уснул. Невероятная была вчера зарядка энергии, такого еще со мной не было. И вчера у меня была, конечно, да, такой торжественный день, меня очень многие люди поздравляли, особенно когда я включил телефон, начали сыпаться звонки, смс. На них, на каждое пришлось отвечать, принимать поздравления, разговаривать. Но я не почувствовал себя каким-то таким опустошенным, усталым, напротив. Меня это еще больше зарядило. И невероятно. Вот. Но у меня сегодня нет ощущения, что я не выспался. Я очень бодр. Несмотря на то, что там три часа всего поспал, дельтаритное ощущение. Да, сон ведь для зарядки, он бывает тоже разной эффективности, сон, да. То есть можно, в принципе, и за час там всю эту работу сделать. Организм-то может. Это даже научными экспериментами доказано, когда спецназовцы час в сутки находились просто в дельта-сне, вызванных бинауральными ритмами. А остальное время 23 часа бодрствовали. Оказалось, что средний человек может так целый месяц в таком режиме жить и, в общем, быть в очень хорошей форме. Ну, я еще заметил, я давно практикую парноямы, которые купил на диске, на вашем. И я заметил, что мне совсем меньше стало требоваться сна и что это здорово, очень заряжает на весь день. Пускай колени бегаешь, несмотря на то, что много работы и еще хватает сил пойти в спортзал, даже там бассейн поплавать. Потому что парноямы, они очень здорово поддерживают и не подпитывают. Это сколько минут ты с утра? Ну, утром я где-то минут 20-30. А, это большой, да, выделяешь время. Там неудивительно, что хорошо заряжается. Да, стараюсь побольше. Даже если вот бывает, что очень хочется спать, начинаешь дышать, все нормализуется, все, сон уходит, заряжаешься. Да, это очень... То есть науле научился делать, вот еще вопрос Рустама, как вот сделать науле. Это очень легко, на самом деле. Ну, покажи нам всем, как это сделать. Расскажи, ну а чего? Это надо маечку снимать. Маечку. Покажешь? Снимай. Ну, я обычно как делаю? Я был на несколько семинарах по янтра-йоге. Ага, отлично. Вот, и там... У кого, у Марины или... У Марины Сухановой. И вот она там показывала. В общем, нужно сделать вдох, сильный вдох и глубокий. Желательно животом, потом резкий выдох. Немножко... Да, да выдохнул. Пару раз даже. И начинаешь... Вертеться. Ну, сейчас не знаю, как получится. Пару раз. Пару раз. Вертеться? Да, да, да. Видите, как просто. Науле это очень просто. Вы переносите ценность тяжести с одной ноги на другую, ваши мышцы привыкают действовать в этом режиме. И получаете контроль над мышцами разными половинами, потом переходите к вращению уже. Замечательно. Ну, значит, вот такая... Самая простая, которая всегда с нами, профилактика абдоминальной области и всех проблем, которые связаны здесь. Вся аптека в нас. Да, проблем с переносатикой никаких не будет. Точно. Так что Антон готов в перерыве обучить всех желающих, да? По часовой или против часовой? Да, как-то я не задумывался. Наверное, если на правую ногу, то я как-то не крутился. Ну, я-то кручу и туда, и туда обычно. И в одну сторону, и в другую, для симметрии. А, я к этому еще приду вам. Что вы по часовой, по часовой. Да. Если заход, то по часовой. Если на спектаке, то по часовой. Массажные задвижения по часовой. Да, опять же, ситуация какая-то. Кто хотел еще поделиться чем-то? Или спросить? Ну, я могу сказать, что Елена вчера, вот я третий раз дышала, и после первой сессии, я вот очень устала тогда, еле доползла до дома, просто вообще была бессиленная. Вчера, говоря молодежным языком, меня так проперло, что я просто, вот, меня просто колбасило от какой-то энергии, которая, и до сих пор, вот я говорю, а у меня вот волосы, как бы даже дыбом стоят на голове. То есть я, естественно, не могла заснуть, я что-то в каких-то куче дел переделала. Но меня больше всего поразило то, как я доехала до дома. То есть у меня было ощущение, что передо мной открываются все двери. То есть я выхожу из метро, мне придерживают дверь. Я подхожу к остановке, останавливается автобус пустой, открываются двери. То есть я вышла из автобуса, вот, интересный момент. Интересный был момент, вот я тут подругам рассказывала, я как-то ехала с двумя большими сумками вот накануне. Была очень большая давка в автобусе, и когда я уже выходила на свои остановки, двери автобуса плохо открывались, а у меня две большие сумки. И меня чернокожий мужчина, ну, парень, просто выкидывает из автобуса, и там еще и матерится в мой адрес на плохом таком русском. Вот что самое интересное, я его вчера встретила. В автобусе. Я выхожу из этого своего персонального пустого автобуса, из своей остановки. Он бежит, ну, чтобы сесть в автобус, чуть-чуть со мной не сталкивается и говорит там на английском, моим ссори там, да? За что он извинился, интересно. То есть я подхожу к своему подъезду, кто-то выходит, открывает, придерживает мне дверь. Тут же лифт, я бегу за собакой, беру собаку, выхожу из квартиры, лифт тут же сразу открывается. Я выхожу из лифта, и передо мной соседка придерживает дверь, чтобы я вышла на улицу. То есть вчера было что-то такое волшебное, вот. И сегодня утром я встала, поставила будильник на 6.30, проснулась заранее до будильника, кучу дел переделала, успела в квартире убраться, погладить белье. То есть для меня это что-то невероятное. Спасибо. Ну, сэкономила несколько дней, да? Мне кажется, неделю. Спасибо. Да, все дело в энергии, конечно. Есть энергии, как говорят духовные мастера, нет проблем. Нет энергии, есть проблемы. Но жить на высоком уровне энергии непросто, потому что, как говорится в христианстве, там черти тебя начинают с лестницы стаскивать. Только ты наверх, а не тебя бах крючком и вниз. Поэтому, как только ты начинаешь подниматься, сразу начинаются провокации. Да, негативные эмоции первым делом. То есть, на самом деле, это энергии, которые мы, будучи ограниченными, закрытыми, живя в доме с закрытыми дверями и окнами, да, мы воспринимаем, как вот, окрашенными в цвет тех или иных негативных страстей. Которые, как показали буддисты, если двери открыты, являются нечем иным, как просто энергией, выражающей мудрость мира. В мире там нет, в мире самом по себе нету гнева, в мире нету ненависти, в мире нету страха, там есть просто танец энергии. А мы в силу занимания ограниченной позиции переживаем этот танец тем или иным образом. Потому что мы слишком ограничены, и вот наше желание сохранить себя, оно вызывает эти переживания. Ну что ж, день открытых дверей — это великолепно, как и день рождения. Кто еще? Какие сообщения принес? Привет. Да, вот я хочу представить вас также студентку-дипломницу Московского института психоанализа, которая пишет диплом у меня, Наира Рустамова. Замечательный человек, художница, великая художница Азербайджана. Куча персональных выставок, творческая жизнь, двое детей. И при этом еще интенсивное масштабное исследование, самостоятельный творческий метод диагностики. Это уже научная исследовательская оборота, которая хотела бы, если можно, сегодня 5-6 вопросов до и после. Да, да, да. Если кто хочет участвовать. Сколько это вопросов занимает у тебя? Это 20-30 минут. Я хотела бы задать и по кругу ответ. Ты хотела бы 20-30 минут до дыхания, не знаю, как 20-30 минут. А ты не подготовила в виде теста? Нет, 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 на этом, на распечатанном. Да, потому что тогда это можно было бы быстро учить за... Потому что я боюсь, что 20-30 минут у нас не будет. Ты сокращенную версию тогда сегодня сделай на 10 минут подготовь. Хорошо, на 10 минут. На 10 минут, потому что у нас просто динамика своя, да. На 10 минут и желающие смогут, человек, сколько там ты сможешь, 5-6, 7? В кружочек к Наире. И она вас опросит до дыхания и после дыхания. Может быть, разница, которая у вас произошла? Она пишет дипломы для науки, это тоже очень важно. Так что я первым делом прошу студентов Института психоанализа поработать на науку. Ну и всех, кто хочет учиться, да. Можно, в принципе, себя записать и узнать разницу. Спасибо, Наверное. Спасибо. Я сейчас спрошу, возможно, мы сейчас сделаем на листочке опрос. А, напечатать, да, эти вопросики? Это было бы проще, да, наверное, если удастся сделать, да. Нет, она спросит возможность техническую напечатать на компьютере и распечатать. Если ты сможешь, там сколько у тебя вопросов по количеству примерно? 5-6, видишь, это было бы проще. Намного. Кто хотел еще поделиться? Да, пожалуйста. Ее слуха как-то негатива из этих... Ну, замечательно. Нереальное раздражение, хотя я вчера в дыхании говорил, что ничего такого не произошло, да, просто не вошла и не вошла. Нереальное раздражение с вчерашним вечером, фрустрация, не получила вообще такое ощущение, что ничего, никакой ни обратной связи, то есть, ну, просто вот, если все в общем сложности, то просто слово раздражение во всех вот разных его проявлениях. Нежелание общаться, мне все равно заставили приехать. Да. То есть, я ждала, там все говорят, все такие, чтобы, не знаю, выросли или, не знаю, как, да, там, не жду, не жду. Я реально очень много ждала, потому что я не вижу цели идти на тренинг, когда ничего не ждал. Просто подышать, я и думала, вот, лечить диск и подышать, да, и иногда даже больше надо получить. Я ждала обратной связи, я ждала, когда записывалась две недели назад, что тренинг назывался там, пути к счастью, да, я ждала это. По-моему, это нормально. Я от этого ничего не получаю, не получаю внимания, не получаю обратной связи. Ну, то есть, ну, ощущение, что просто потратил все выходные на яготим. На яготим. Ну, мы неизбежно сталкиваемся в процессе глубины работы с негативными переживаниями. Более того, нет никаких гарантий, что в первый день все эти негативные переживания будут полностью исчерпаны. И даже нет никакой гарантии, что если все кончилось хорошо, потом что-то не всплывет. Особенно, когда у нас существует достаточно сильное ожидание, потому что, как я говорил, это парадоксальный эффект, связанных с тем, что за что боролись, на то и напоролись. То есть сильные ожидания, они ограничивают переживания. А счастье, так называемое, счастье, так называемое, возникает как раз в том мире, где максимальное количество свободы. В том числе, свобода – это ожидание, это пребывание в настоящем моменте. Ожидание – это то, что нас удаляет от настоящего момента. Ожидание связано с проекцией меня в будущее. Мне сейчас очень многого не хватает, и я хочу, чтобы в будущем было хорошо. Тем самым я замораживаю ситуацию негативной оценки настоящего себя. Я отдаляю себя от счастья в настоящем, а счастье, возможно, только в настоящем. Именно поэтому радикальная установка голотропного дыхания, даже если у меня есть и привела меня, и всех привело желание что-то решить, какие-то проблемы в своей жизни, тем не менее в ситуации перед дыханием нужно максимально очиститься. Максимально очиститься. Помощью этого являются наши настройки перед дыханием, когда мы сострадачиваемся на настоящем моменте, расслабляем тело, стремимся тоже расслабиться, избавиться от ожиданий и просто отдаться дыханию. Установки, которые я говорил вам о технике дыхания – пребывать в дыхании. В дыхании, то есть во всем его объеме, в котором проявляется все. Если мы вместо этого имеем установки в отношении мысли, то тогда мы блокируем реальный процесс. Но то, что проявилось, то есть в этой ситуации, когда у нас есть либо дыхание по стойке смирно, либо какие-то ожидания, у нас происходит блокировка происходящего, и либо ничего не происходит внешне, то есть у нас нет никаких ярких переживаний, кроме телесных, которые сложнее контролировать, либо отсроченные переживания, которые тоже широко известны еще со временем Гровской работы в Праге, в психоделитической терапии. То есть у него попадались клиенты, которым он давал 300 миллиграмм ЛСД. Ничего не происходило. Через два часа еще 300 миллиграмм ЛСД. Ничего не происходило. Ну что ж, клиенты отпускали домой, и как только его отпускали, через полчаса тут все и началось. А тут все и начиналось. В другой ситуации. Поэтому у некоторых людей бывают действительно очень сильные контролеры внутренние, которые очень сильные, как говорят, очень сильный механизм саморегуляции происходящего. И здесь возникает необходимость договора с этими инстанциями в нас. Инстанциями контролера, инстанциями критика, инстанциями саботажника, потому что есть саботажники в нас. Саботажник говорит, ну ничего не получится. Не получилось, и сейчас не получится. Ты вообще неудачница там. Критик говорит, холотропное дыхание там нет. Это не для всех там. Или гроф может быть ошибается. Или холотропное дыхание вредно для здоровья там. И критик начинает таким образом тоже отделять тебя от переживания. Это актуально. Потому что это инстанция, которая забирает энергию и отвлекает тебя от настоящего. Не позволяет пребывать в настоящем полноценно. Если захватит сила, энергия переживания, и ты вынуждена быть в настоящем, то есть сильные переживания, можно сказать, что тебе повезло. Если этого не случилось, и ты в основном в мыслях, в оценках, то эта ситуация тоже очень важная, потому что она предъявила себя через эти моменты. Поэтому раздражение, которое появляется, это один из вариантов вот такого отношения к миру и к ситуации. Потому что раздражение – это проявление, это одна из форм гнева. То есть это вот отталкивающая ситуация, защитная, оборонительная ситуация. Она, прежде всего, говорит о том, что существуют, видимо, это исторические какие-то тенденции, вот такого отношения к миру, такого защитного, оборонительного. Ну вообще, вот вы все рассказываете, сейчас вообще не про меня. Ну это тоже вот может восприниматься как форма оборонительной реакции. Это вообще не про меня, например, да? У меня сейчас в практиках было, мы что-то делаем, там, допустим, раскрутка, выход без дела. У меня ничего не получается, у всех получается. Через 10 дней я лежу в кровати, и вдруг у меня начинает, через отсроченное, да, через 10 дней, через 30 месяцев. Происходит то, что со всеми зами происходило? Нет, бывают отсроченные вещи. В сессии эклотропного дыхания типичная вещь – это то, что во втором сеансе, в первом сеансе не получается, потому что это новая для человека, новая группа, новая ситуация. И необходимо каким-то образом, ну, обжиться в этом пространстве, потому что без базового доверия очень сложно войти в этот процесс, потому что он достаточно тонок, достаточно субтилен, и если есть мощные силы внутреннего противодействия или доверия, то бывает непросто, конечно, войти. Поэтому я бы посоветовал, во-первых, уделить внимание своим критикам, своим саботажникам и вот тем силам, которые ты называешь раздражением. То есть вот этим силам, которые таким образом переживаются, потому что с этими силами можно тоже договориться. Это как бы важные инстанции в каждом из нас – и критик, и саботажник, и скептик, и тот, кто раздражается и таким образом обороняется и защищает. И они выработаны в нас жизнью для того, чтобы защитить нас от неприятностей, по большому счету. Но в некоторых ситуациях, таких как глубинная работа над собой, они могут выступать как факторы мешающие. Но с ними всегда можно договориться, если обратиться вот к этим инстанциям, к своему саботажнику, к своему критику, из глубины, из той глубины, которая хочет развиваться, которая хочет иметь новый опыт, которая хочет исцелиться. То есть из позиции хозяина в доме, хозяйки своей жизни. Голос хозяина обязателен для всех остальных инстанций в нашей душе. И поэтому здесь очень важно почувствовать себя, вот самую суть, которую привела в том числе и на этот семинар. Да, вот за этим, вот из этой позиции, из этой позиции, как бы не с позиции человека, который недоволен тем, что что-то не получил, не выполнены его ожидания, потому что это понятная всем реакция. Ну не получилось, но бывает, что не получилось. Бывает. А кто виноват в том, что не получилось? В чем причина? В чем причина? У одних получается, у других не получается здесь. Я предлагаю, ну, с моей точки зрения, конструктивный ход, потому что он часто помогает из опыта. Вот на протяжении многих лет мы ведем семинары и неоднократно сталкивались с ситуациями, когда что-то подобное происходило. И часто бывает, что человеку достаточно договориться с внутренними голосами, с внутренними ролями, ну, либо почувствовать себя, вот этого творческого, развивающегося, либо некоторым людям удается закружиться в дыхании, не подходить к этому рационально, с точки зрения бодрствующего, дневного сознания, а подойти экстатически. То есть, как советует Кристина Гроф, дышите до тех пор, пока вы не удивитесь тому, что происходит. Ты вдыхаешь, и дыхание начинает само работать. Вот позволить дыханию работать в тебе и отдаться этому потоку. Состояние потока, которое описано в современной психологии, оно становится очень популярным. Это очень важное состояние. То есть войти в этот поток. То есть иногда не удается войти в этот поток, потому что есть внутренние препятствия. И самый продуктивный способ — это работать с внутренними препятствиями, конечно же. И, может быть, группа может чем-то помочь, из своего опыта. У кого есть какие соображения? Мне кажется, вот как у кого-то была какая-то боль физическая, а в данном случае вытащилась эмоциональная болячка, которая должна быть. Вот она усилилась, да, как боль, что была внутри. И оно и должно быть. У меня почему-то ощущение, что вот, когда девушка нужна во время отдыхания, маленькая свечка, как вот источник энергии, маленькая свечка. Мысленно, свечки мы здесь не можем по соображениям безопасности. Мысленно, пожалуйста, да, мысленно. Нет, ну если... Что бы вы хотели, куда бы вы хотели, в какое другое чувство перейти? Успокойство, естественно. Успокойство — это не чувство. Ну состояние почему, наверное? Состояние, но ничего, что ладно, если взять эмоции. Радость. Скажите, пожалуйста, если взять, измерить на 10 баллов вот это раздражение ваше, оно от нуля, если самое, и до 10, как вот, 9. Как вы считаете, у вас есть основания для этого? Это часто повторяющийся опыт? Нет, я уже сказала, что это ожидание, которое я отвечаю. Да, и это ожидание. Мне не нравится, что я не вошла. Мне не нравится, что я не вошла. Да, вот есть, это часто повторяющийся опыт или редко. Это исключительно сегодня, здесь и сейчас. Холотропы? А нет холотропы? Холотропы, так как я национальный человек, это волнообразно. 5 минут такого, 5 минут такого, такого детьми. Скажите, пожалуйста, если взять понятие одиночество, как вы определите себя по рисевальной шкале? Но вот сейчас вы испытываете...